Всем привет! Хотите больше узнать об одной из сторон партнерской медиа сети VSP Group, которая не видна перед или во время подключения к партнерке? Да и после подключения не всегда можно понять, что к чему. Канал Компландия подключен к VSP с конца апреля 2015 года, но об этой стороне медалей я узнал совсем недавно. Как вы уже догадались из названия, речь пойдет о музыкальной библиотеке VSP Group. Если вы захотели использовать или уже использовали музыку из этой библиотеки, то настоятельно рекомендую смотреть видео до конца, чтобы быть готовым к возникшим трудностям. Также это видео нужно смотреть всем, для кого музыкальная библиотека VSP является одним из решающих факторов для подключения к медиа сети. С вами Виталий на канале Компландия. Так получилось, что после подключения к медиа сети VSP Group я не использовал предлагаемые аудиотреки из музыкальной библиотеки VSP, а всю музыку просто брал из библиотеки YouTube. Не использовал в основном по причине множественных фактов о мошенниках, которые сначала предлагают свою музыку с лицензией Creative Commons, а через какое-то время заявляют на нее права и забирают монетизацию с ваших видео. Я не хотел ее искать и поэтому даже не интересовался предлагаемой в медиа сети библиотекой. Но вот недавно мне захотелось проверить, что же за возможности предлагает эта музыкальная библиотека. Давайте сразу пару слов я скажу о самой библиотеке, чтобы те кто не подключен к VSP имел представление о ней. Вид и возможности библиотеки довольно убогие. Весь интерфейс это одна страница, на которой есть один фильтр, строка поиска, облако тегов и собственно сами аудиотреки. Больше ничего нет вообще. Может кому-то этого хватит, но мне хотелось бы больше фильтров. Например по музыкальным инструментам, темпу или самые популярные композиции, но ничего этого нет. Вверху есть ссылка на первоисточник аудиотреков из этой библиотеки. Сайт FindTheTune. Если мы по ней перейдем, то попадем на сайт, доступ к которому получить смогут не все. Вы заполните форму с заявкой о получении доступа, затем с вами свяжутся по почте и попросят уточнить, кто вы и зачем вам доступ к FindTheTune. Если посчитают, что вы подходите по их критериям, то вам дадут доступ к сайту и вы сможете использовать музыку у себя на канале. Не бесплатно, но об этом немного поздно. Давайте теперь вернемся к VSP Group. Я решил поинтересоваться у тех поддержки VSP. Могу ли я использовать музыку из библиотеки VSP на другом своем канале с указанием автора и ссылкой на композицию. Естественно мне ответили, что нельзя на другом канале, а можно только на том, который подключен к VSP. Если же я использую аудиотрек за пределами медиа сети, то мне придет страйк за нарушение авторских прав. Конечно же, далее последовал вполне понятный вопрос. Получается, после использования музыки в своем видео мне уже нельзя будет отключиться от VSP. И с этого момента тех поддержка начала уходить от ответа и перестала меня понимать. Как вы помните, ранее я хвалил тех поддержку этой медиа сети, но видимо я просто не задавал правильных вопросов. Начались повторения сказанного ранее. Можно на канале с VSP, нельзя без VSP. На перефразированный вопрос о последствиях отключения от партнерки. Мне ответили, что VSP как бы защищает меня от сайта FindTheTune. Они защищают своих партнеров и помогают оспаривать нарушения. Странная позиция, не правда ли? Ну и затем снова утверждение о том, что ко мне не будет претензий, пока я остаюсь их партнером. Как бы со стороны VSP групп все понятно. После подключения к этой медиа сети и использования трека из их библиотеки у вас только два варианта. Вы попадаете в рабство и канал обречен на вечную привязку к VSP. Или же вам необходимо удалить весь контент с их аудио треками при отключении от медиа сети. Не очень радостная перспектива. Важно то, что эту информацию вам никто не даст, пока вы настойчиво прямым текстом не будете выпытывать это у сотрудника VSP. А это уже бросает заметную тень на саму репутацию медиа сети. Кстати, если у вас тоже были непонятки с медиа сетями, то пишите их в комментариях. Думаю, всем будет интересно о них узнать. Итак, на VSP я не остановился и пообщался с сотрудниками сайта Find The Tune. Они же сотрудники сайта Apollo Music. Оказалось, что их треки можно использовать на канале за платную подписку. 10 евро в месяц за один канал. Если же у вас много каналов, то они готовы предоставить пакетное предложение для вас. Но это зависит от количества и качества ваших каналов. С их слов, все видео, которые созданы во время вашего сотрудничества с Find The Tune, не будут иметь проблем с авторственными правами. Теперь давайте сложим все данные в одну кучу и посмотрим. VSP-групп не берет на себя ответственность за видео, которые были созданы даже во время сотрудничества с ними. Find The Tune гарантирует вашу безопасность в плане созданного контента. Пока что он на словах, договора с ними я не видел. Но, по крайней мере, общаются они более правильно. В VSP-групп мы отдаем 30% от дохода канала в месяц. Find The Tune мы отдаем 10 евро в месяц. VSP всего лишь посредник. А с Find The Tune мы работаем напрямую. Если музыкальная библиотека – это один из основных поводов подключения к медиа сети, то тогда лучше работать напрямую с сайтом Find The Tune. Если доход вашего канала достаточно высокий, то Find The Tune также будет предпочтительнее. Если же канал не особо прибыльный, то тогда лучше использовать партнерство с VSP, но, конечно, с постоянной оглядкой на их позицию. Пока вы наш партнер, вы можете использовать нашу музыку. Вот такие дела. Делайте выводы. Всегда будьте внимательны при выборе партнерки и условий, которые она предлагает. И еще один довольно важный момент. Чат техподдержки в VSP позволяет мониторить то, что вы печатаете еще до момента публикации вашего сообщения. Не забывайте это, когда пишите им. В случае появления неприятных им вопросов, данная способность позволяет VSP заранее подготовиться и перейти из обороны в наступление. Это как бы не секрет, но, думаю, многие не знают этот нюанс. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайк, делитесь видеороликом с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Компландия и группы в соцсетях. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok